здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня матч в котором встречается команда люксор команда альянс у люксора крайне не сильный сбор отсутствует и ватаре и некоторые игроки которые являются важными ключевыми игроками команде а у команды альянс по-моему сегодня даже сбор лучше чем обычные две четверки при этом есть заявленные игроки и Мироненко притримы и продолжают рассуждали но бурдив не вдаётся там зачепитись Абрусев Ибрагимов Мироненко Снова Ибрагимов Не хватает и Аганесяна и Одинова последнего матча они не будем так говорить не защищали Сюда команда люксор отсутствовали на играх и конечно не так то просто сейчас создавать хороший футбол учитывая то что есть потери в составе но как ни крути альянс та команда которая наверное будем так говорить является возможным фаворитом в конце второго круга на попадание в тройку на мой взгляд хотя зависит тоже очень много от сбора нет присутствующих игроков Ибрагимов сегодня на Ибрагимова и пробил на самом деле едва ли не лучший выход из ситуации плотный удар хороший под перекладину врата переводил подстраховываясь таким образом просто над собой чтобы не рисковать и как мы видим у главы есть у люксора сейчас а вот какой момент что он подстраховываясь назад поднимает сейчас мяч Мальянс однозначно нужно выйти в игру разыграться разыграться а в усех то нужно мать это пробираться как из Михайло но не буду добираться с карацевой Ну и, наконец, завершивается аутом, черговый наступ Люксора. Ну, бадьорище воно выглядит на начале, но мне кажется, что в этом есть определенный риск, потому что полноценный 2-4 есть у Альянса, поэтому нужно по берегу силы, и, наверное, не так рискованно идти вперед. Ибрагимов, Мемед, пас на лево Бодня, можно пробить. Навязывает ему борьбу и... Чтоб не слабую борьбу навязывает один футболист, нам всех четвертых и враженью. Серьезно, вот что, не поворотися. Такой, согласно. Девхан открывался, а вы за 4-5 не отдаёте. 26 номер. Он, по-моему, уже немножко подсел физически, вот такой темп начал, не сразу готов и включиться каждый футболист. Может быть, с этим было связано, а сейчас вторым дыханием уже будет легче играть. Ибрагимов, Мемед. Ибрагимов, Мемед. Ибрагимов. 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 Ну, в любом разе не сподівано, что стал дыханием кипа Альянса. Ибрагимов. 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 Но меняется достаточно активно. И часто, честно говоря, Альянс. И есть в них на это право. И есть в них на это возможность. Прямо вручают, так что контроль переходит по люксора, а тут геть не сграбна передача от бурди. Неплохой попытки. Я бы так сказал, попытку они хотели красиво по-бразильски разыграть. Мы видим, что не так-то это просто и быстро уйти в штрафную соперника. Сейчас, честно говоря, не хватает темпа перепасовок Альянсу, дабы играть первым номером. Но именно так они себя в данный момент, как по мне, позиционируют. Все-таки фаворитами этого треса, хотя и первыми изобили. Команда люксора Андрей Мироненко. Просто на выносы. Что-то играет. Лысняк, ну че мы были. Мироненко на бодню. Хороший по силе удар перед собой голкипер. Отбивает. Иногда несколько точных ударов могут решить исход матча. Ты думаешь, нас ожидает что-то примерно такое сегодня? Лысняк. Сейчас борьба на уголочке поля. Снова выигрывает ее. Люксор Игорь Мироненко. Хороший навес, честно говоря, вот так, как надо. Да, да. Кукель такую скидку делал, но Боня уже не достигал на эту передачу. И не лучшим чином Сергей подпасовывал. Воно и, понятно, незручный был для него мяч. Чербатый центр поля, но людям не дается защепиться. Тут Игорь Мироненко выиграет в связи с Юрченко. Игорь Мироненко. Кель разгоняется, прогоняется, пробирается. Порядка спорта слегка. Ну, а не так просто. Прогоняется, капитан Алиэкс. Гренчан. О, сын, рука. Зачем сзади было идти в подкат, честно говоря, непонятно. Недоволен Лисняк ситуацией, что не красная карточка, как я понимаю, но Бурда на замену. Совсем не понятно, чему ж так грубо и небезпечно отыграв Дмитрова. Здавалось бы, ситуация не провоковала самым до таких порушений. Демчин Александр сможет продолжать игру, как мы видим после этого. Лисняк уже пробивает, ну або разыгрывает. И все же удар, но стенка его и принимает на себя. Не совсем корректно разыграли аут и мяч переходит до Альянса. Альбом, когда мяч на Демчин, именно и будет разыгрывать этот аут для команды Альянс. Демчином, а вот далее справа не пошла. И как не пытался Альянс зачепиться, не спрацьовывал. Сперед, но очень удобный пас для Сергея. Я даже не знаю, как можно такие мячи успешно обработать. Может быть, нужно иметь технику. Альянс. Юрченко. Юрченко, на Альбуллах удалось отыграть. Не совсем полностью, будем так говорить, участвуя в этом. И здесь фалит Альбулла против Ибрагимова Мемета. Мироненко. Игорь навешивает. Хороший прозрез на Кукеле навес. А лучше бы делать удары. Да, мне тоже так сдаётся. Альбулла против Ибрагимова мяч смещается в центр. Ну и будет посылал на Кукеле. Чудовый подарок для Сергея. Ударится. Забивает Кукель Сергей. На девятой минуте. Вернее, десять. На десять. С половиной и два ноль. Таким образом, Люксор выходит вперёд. И, честно говоря, пока что без клыков команда «Альянса» выглядит. Мне тоже немного удивительно. Десять полинок уже сыграли. Наче кто-то разыгрывался. Но почему же «Альянс» не нарощает темп? Сможет сыграть им на руку и против их соперников. Адже замены всего две у Люксора. И я не уверен, что они не могли бы витримать. Динамично по-справжнему гуру. Может, «Альянс» не готов? До швидкостных распасовок и динамических перемещений? Да не сказать, что прям мега скоростные перепасовки. Удаётся просто классно огрызаться вовремя. Нет, я имею в виду, «Альянс» не готовый играть в такой футбол. А, сегодня? Возможно. Порушение черного порта Демчина. Ну, как-то футболисты неспокойно наблюдают за спиной Демчина, когда он впереди. И футболисты Люксора предпочитают повалить его. «Лесняк». Классный пострад и однозначно один из найкрасивейших улей в дуру. Да, очень классный мяч, такие мячи. Ниток-то просто забивается. И здесь без шансов для вратаря команды. Люксор. Прекрасный мяч, удается забить «Лесняк». Мими. Годинка. Ну, так одним дотаром перегой пытался продолжить. Перехлопление от Девгена, это от опеки, но что дальше? Скидка, ага. Но Богонос не смог. Сейчас не следует удар. Классное открывание, снова из Девгена. Но немного не хватает, чтобы замкнуть этот простран. Братарь бросает. Я на набор, Лесняк был первый. Богонос через центр. Демчин на берегу. Демчин. Демчин. Пасовывается. Но как раз особо и динамика, честно говоря. Ну, вот сейчас, возможно, Лесняк прекратится. Нет. Не случайно. По мячу от пасовы назад на голкипера. Классно. По задумке разрез перегой пытался. Но за счет своей цепкости удается заводить мячом. И еще один симпатичный гол, друзья. Сходу. Таким образом, 2-2 у нас на табло. Удаётся отыграть преимущество, которое добивали в Люксор. Ну, значит, показ за своим прикладом, Євген. Усей команды, как нужно играть против Люксора. Чтобы бороться до последнего. И использовать на максимум. Ти шанси, которые выпадают. Ну, по сути, тоже показал и Люксор. С твоими первыми двумя мячами. Но сейчас, кажется, это же перевага на боце Альянсу. Ну, принаймні, игровая. Можливо, не за счетом. Потому что он сейчас ничинный. Но игровая так точно. Богоносцы поддерживает. Хорошая передача. Неправильно Демчин открывается. Клубки. Там подштопило только. В спину его. На межи. Так. Я бы так сказал. Не оставляет спокоя игроков. Григорий. Убрался удар. И непоганый. Сейф насправде. Винчирбатого. А тут же порушение. 2-2. И 2-2 по фолам. Заскаливающее количество двоек. У нас на табло. Ну, а по игре, наверное, второй промежуток времени. После 10 минутки я бы оставил, конечно, за Альянс. Поувереннее их. Будем так говорить. Передачей друг другу стали. Динамичнее. Интереснее смотрятся. И, наверное, друг друга поддерживать начали больше. Это еще и добавляет мотивации выиграть соперника. Непоганые открывания от Богоноса. Притримаем его в среду. Удар. Без проблем для Чирбатого. Дорогимов. Зрешто забираем мяч. Еще можно и отпасовывать. Трохи ранее. Руда там непоганый. Иначе открывался. Вот так протяг. Мемет майже до самих варит. Але удар завершится. Всего-навсего готовый. Тау-навсего готовый удар. Тау-навсего вовремя выскочиться. Шутин на близко. Притримал. Притримал что-навсего ворота. Татя-навсего. Боится, протримати бас назад, ну от налага до альянс-контроля, но насколько он будет для них плитным, это и другие вопросы. Богонос, ну наче непогано за задумом, но по точности трохи не хватает. Бул, первый на мячі, боротьба, и, наконец, Артем залишает круглый. И ударная позиция у него была, но видим, что такое ощущение, что и не бил, а больше скакрея как простреливал. Непоганий прострел, но такие передачи, как раз, очень легко, або блокировать, або перехопить, поэтому редко они бывают. Наверное, что в краю редко бывают продуктивные. Тут все же порушил правила Андрій Мироновко, и будет штрафный. Но есть момент у Альянса, сейчас, по-моему, организованно хотят разыграть этот штрафной. Вот насколько организованно это получится, это, конечно, уже другой момент, но все же. Альбулу мяча. Быстрый футболист, может и сам убежать, вот если дай ему только пространство. Ну как, высокий прессинг начал работать в Альянсе сейчас. Альбулу притримает. Придолжим ударить. Хороший шанс у Гавресева, но пробивает полз ворот. Можно, можно набагато краще, чем всем своим выражением обличия нам сказал Михаил. Причем время подумать, он использовал. Просто вкусили кукеля, и он уже не отримает эмоции. Сейчас может отримать вылечения на самом деле. В зале 2 не начинается бийка, жовто-хартка маленький пароль. Желтая карточка кукеля и жёлтая карточка албула, я так разумею. Она не жёлтая, по-моему. По-моему, красная карточка получилась. Кукиль? Кукиль. Албула жёлтая и угол кипера. Ну и штрафной есть. У Люксора Мироненко будет пробивать. Игорь. 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 Игорь пришёлся. На этом и эмоции какие-то сохранились у Игоря, поэтому просто так переключиться в игру ему достаточно сложно. Албул и всей команде в целом. Игорь Мироненко на Андрея. Андрей Просов выносит вперёд, а как раз Бурда только лишь вернулся. Игорь Мироненко. Артем сейчас с мячем поддерживает поперечный пас, дешево предупреждено. Короче, смещается дальше. Вдалее, как себе Егану сборки контроль. Непоганная, как ударная позиция, но серия рикошетов. Мяч снова у Альянса. Еще пострел, в этот раз прямо у Гаврюса. Он тут подштовховал больно спину Коржа и черговая порушение. Менше 40 секунд у нас залишается до свистка на перерву. Рахунок ничиний, 2-2. Какой прекрасный удар от Бодні. Ну непоганый сей, в принципе, от Григораша. Непоганый, так Бодня пытался пробираться, но, наконец, третья игра Васялянца его остановит. Лесняк. И отменный отбор от Игоря. Есть. Есть. Свисток. Ой, стопой! Ось вас не излучит. Свисток на перерву. 2-2. Общий. 2-3. 2-3. 2-4.